Уважаемые коллеги, руководитель Центра палиативной помощи института Герцена, эксперт по боли, специалист по боли, который знает вся страна, специалист по анестезиологии реанимации и автор многих трудов и в том числе клинических рекомендаций. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Вопросы ротации опиоидов и использование калькулятора для этих целей. Мы сейчас в такой интерактивной беседе. Если не будет в виде лекций и докладов, как это привычно делать, мы сейчас будем обсуждать вопросы именно в позиции активной работы. Я открываю демонстрацию экрана и включу сейчас ротацию опиоидов. Уважаемые коллеги, видно ли мой экран? Да. Сейчас мы с вами находимся на сайте Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Это одна из возможностей использовать калькулятор ротации опиоидов. Его вы можете скачать не только на сайте Ассоциации, но и активно скачать на свой гаджет, телефон или компьютер в Google Store или в Play Market. Если вы хотите, набираете поисковое слово «Ротация опиоидов», приложение вам появляется, приложение в виде зеленого крестика на синем фоне называется «Ротация опиоидов». Если вы в него входите на своего гаджета или если вы выходите с компьютера, все примерно одинаково получается. Но я сейчас открываю сайт Ассоциации этот калькулятор и мы начнем в нем работать. Вот он. То есть я вошла на страницу Ассоциации хосписной помощи. Она у меня открылась. Вы видите, я работаю на своем рабочем столе. Я кликаю на кнопку «Ротация опиоидов», попадаю в калькулятор. Конечно, такой заход не очень удобный с позиции ежедневной работы. Удобнее работать со своего приложения. У меня скачан на рабочий стол компьютер, телефона. Но сейчас для активного использования на предокладе мы взяли такой метод. Первое, что хочу обратить ваше внимание, это инструмент, который подготовлен специалистами, экспертами Ассоциации хосписной помощи. В вами же тестирован. Мы делали несколько версий тестирования. Все вопросы, замечания, которые были сделаны, мы учли. Плюс, если они остаются и вы что-то видите, вы есть возможность писать эти замечания, эти вопросы в нижней части экрана. Я вам покажу далее возможность взаимодействия с разработчиками. Итак, калькулятор. Это не рекомендация к действию. Это не клиническая рекомендация. Это не руководство. Это никакой не приказ. Это инструмент, который разработан на основе клинических рекомендаций, разработанных ассоциаций и на основе знаний о эквенергетических газировках различных эпиоидных анальгетиков. Мы по программе планировали давать калькулятор позже, поэтому было бы намного понятнее. У меня сейчас несколько слов о том, что этот калькулятор рассчитан на… помогает вам, помогает специалисту пересчитать дозу опиоидного анальгетика или наркотического средства, если у вас возникла необходимость перейти с одного препарата на другой. Эта необходимость, она возникает в ряде случаев, когда или препарат неэффективен, или препарат эффективно вызывает побочные действия, или препарат невозможно сейчас принимать, назначать больному в силу разных обстоятельств, не тот метод приема. Например, пациент перестал глотать, а у вас пароральные препараты были. Или пациент получал трансдермальную терапевтическую систему, а у него случилась высокая температура, или он терминальный, вам нужно перейти на инъекционное введение. Или у вас пациент получал инъекционные препараты, и вы, подобрав эффективную дозу, переходите уже на неинвазивные пути. Вот для этого или у вас случилась абсолютно рядовая, к сожалению, ситуация, у вас закончился препарат в вашей аптеке, или нет его в вашей аптеке, а пациент его получал. Соответственно, вам нужно пересчитать дозу нового препарата. В практике опиоидной энергезии именно так и происходит. Мы используем некие коэффициенты перехода, их, получается, нужно знать, и в рутинной практике сложно. Препаратов сейчас у нас появилось много, мы об этом еще будем сегодня говорить. И, соответственно, переход с одного лекарственного средства на другое, он затруднен в связи с нехваткой наших знаний. Поэтому в этой программе заложена уже изначально та эквенолитическая возможность, тот коэффициент. И вы, вводя один препарат, получаете дозу другого препарата, на который вы переводите больного. Итак, пользование. Вот где можно загрузить, откуда можно загрузить калькулятор? Google Play, App Store, на разные гаджеты ваши. Итак, сначала, перед тем, как использовать калькулятор, вам необходимо ознакомиться с правилами его использования. Во-первых, он разработан для медицинских работников, для того, чтобы помочь визуализировать вам тот самый переход с одного препарата на другой. В любом случае, ответственность за назначение препарата лежит, конечно, на враче. Вы выписываете рецепт, видите больного и используете ваше знание и клинический опыт. Если вам кажется, что в приложении какая-то невероятно неправильная цифра, не идите на поводу, подумайте сами, начните с меньшей дозировки, покорректируйте, потетруйте и таким образом переходите на домопрепарат. Еще раз, вы являетесь основным лечащим врачом пациента, именно вы отвечаете за ту дозировку, это утверждение, которое вы назначили. Итак, вы читаете все это информированное предупреждение, которое сделали разработчики калькулятора, соглашаетесь с ними и входите, собственно говоря, в само рабочее поле этого инструмента. Все очень просто устроено, на телефоне это все хорошо видно. У вас есть несколько возможностей. Вы можете использовать этот калькулятор как инструкции для того, чтобы найти инструкции на препарат, причем инструкции в виде ГРЛС, инструкции не вложенные или инструкции не с каких-то сайтов, а инструкции официальные из портала ГРЛС. Например, давайте тромодул пароральный, мы смотрим инструкцию, вы попадаете, приложение дает вам возможность попасть сразу на официальный сайт, обращаю внимание, в ГРЛС.Росминздрав.ру. Соответственно, вы видите этот препарат и видите его официальную инструкцию. Соответственно, эта инструкция у вас всегда под рукой, вы можете поглядеть. Сейчас вот сайт Росминздрава немножечко грузится, я пока оставлю его грузиться, не буду тратить время, перейду обратно в следующую ссылку, вот он уже, похоже, открылся, перейду в следующую ссылку. Что еще вам дает возможность, значит, это приложение? Вы можете здесь увидеть, вот открылся сайт, вот открылась ссылка и вы увидите, вы увидите официальный портал Росминздрава, государственный реестр лекарственных препаратов, и здесь все тромодолы, которые есть, зарегистрированы в стране, всех производителей, формы выпуска, регистрационные номера, даты этой регистрации, и вы можете почитать инструкцию на любой лекарственный препарат, который, ну, например, давайте посмотрим все-таки нашу МЭЗа, вот она, открываем именно этот препарат, получаем все про него и открываем инструкцию. Официальная инструкция в ее первозданном виде. Она большая, 13 страниц, все-все-все, что есть по данному препарату. И так по любому лекарственному средству, сразу на официальный сайт. В принципе обезболивания вы можете тут же перейти на клинические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома, разработанные ассоциации, размещенные на Росссайте, рубрикатор на сайте Минздрава. Сейчас тоже будет грузиться, я пока вернусь. Итак, сам калькулятор. Сам калькулятор. У вас необходимость, у вас есть пациент, которому по тем причинам, о которых мы говорили выше, или по каким-либо другим, необходимо поменять препарат с одного, по пациенту поменять с одного препарата на другой. У вас есть несколько строк. В строк вы вводите препарат, с которого и на который вы хотите перевести больного. Я предлагаю сделать перевод, например, с гузерфаэллнесс, откуда мы возьмем, какой клинический случай. Давайте самый простой. Выдавали, например, тримиперидин. Выдавали тримиперидин. Это наш любимый промедол. Да, препарат промедол. Который можно, но непродолжительно, да. Сколько ему парентеральный и парорально? Он есть в таблетированной форме. Ну, давайте, поскольку в Клинреках у нас парентеральный, его давали парентерально пациенту с заболеванием желудка. 20 миллиграмм в ампуле. 5 ампул в день. Могло такое быть? Ну, могло быть, да, к сожалению. 100 миллиграмм. Да. Пациент, мы переводим пациента на другой препарат. И у вас пациент с подобранной терапией, мы можем перевести его на неуходящий, глотающий, и мы его переводим на парентеральные, на неинъекционные формы, или таблетированные, или трансдермальные терапевтические системы. Ну, на что мы можем перевести, например? Ну, или морфин, или налаксоноксикодон. Да, давайте переведем на морфин. Да. Морфин таблетированный. Да. На морфин таблетированный. И следующим этапом у нас является, следующая строчка, которая требует заполнения, это редукция. Очень важный, и Гузель Фрэн будет об этом сегодня говорить, очень важный момент редукции – это ваша корректировка той дозировки, которую вы получаете. Это с позиции состояния больного, как он переносит назначение препаратов, как он переносил тромодол, как он переносил промедол, насколько у него выраженный болевой синдром, насколько у него сохранен вес тела, каков анамнез приема препаратов, есть ли у него сознание спутное и спутное, почечная или печёночная недостаточность. И, соответственно, в связи с этим вы вносите изменения, уменьшаете ту дозировку, которую вы предполагаете получить. Калькулятор изначально пишет, мы сделали таким образом, что калькулятор устроен так, что он даёт 50-процентную редукцию сразу. И эквенолитическая дозировка, которая будет эффективна для вашего больного при переводе с одного препарата на другой, она больше, чем та дозировка, которую вы сейчас получите в связи с редукцией. Редукция даётся для того, чтобы обезопасить пациента и медицинского работника при назначении нового лекарственного средства. Для того, чтобы мы понимаем, что препарат, который принимал пациент ранее, к нему возникла некая толерантность, вполне себе физиологический процесс. И поэтому на новый препарат этой ситуации нет, и мы можем получить побочные действия, побочные явления при применении нового препарата. Поэтому уменьшаем дозировку на 50%, она уже отмечена в калькуляторе, и просим пересчитать. Калькулятор даёт нам дозировку 66 мг в сутки морфина ПР-орального. Уважаемые коллеги, вам 66 мг таблетки, если пролонгированного действия, у нас нет такой возможности дать её, у нас круглые, собственно говоря, дозировки в наших таблетированных формах или в капсульных формах. Калькулятор предлагает вам округлить получившееся число до ближайшей, меньшей выпускаемой дозировки препарата и предупреждает о некоторых сложностях, которые у вас могут возникнуть. Несколько слов про сам тремиперидин, несколько слов про пероральный морфин, какой он бывает, в каких таблетках, в каких дозировках, в длительности его действия, каков метаболизм, основные противопоказания и предостережения, о том, что можно ли нельзя делить таблетки, как можно растворять капсулы морфина сульфата, их можно растворять в растворе, в еде, в йогурте, принимать через зонт. Это все здесь прописано. Как переводить пациента с одного препарата форму на другой, с энтерального на парентеральный? Следует отметить, что морфин и иные опиоиды анальгетики разная степень внедрения, разная физиология. Соответственно, при парентеральном и пароральном действии коэффициент перерасчета должен быть, то есть при парентеральном введении морфина препарат уменьшается практически в три раза, а при пароральном мы увеличим в три раза. То есть парентеральный морфин 10 мг соответствует пароральному 30 мг по своему действию. Основные осторожности, которые необходимо знать и помнить при назначении препарата. Как выписывается препарат и даже выписка рецепта у вас здесь есть. Максимальная доза на одном выписке, на одном рецепте. Короткий, длинный препарат про все морфины, которые сейчас есть. Инструкции и пример выписки рецепта. Пример выписки рецепта на таблетированные формы. То есть вы можете в любой момент открыть этот рецепт и подглядеть, как его правильно выписывают. Хочу, Диана Владимировна, сразу оговориться, что сейчас в процессе внесения изменений, обновления калькулятора и, конечно же, в связи с произошедшими изменениями в приказ 54Н по заверению рецептурных банков специальных подготовлены новые макеты рецептов. И прошу учесть все появившиеся изменения. Пока сейчас загружена старая, так скажем, версия, но в процессе... То есть этот калькулятор, да, калькулятор меняется, постоянно меняется, это рабочий инструмент, и сейчас новые изменения. В конце сентября. Они будут уже в конце сентября у нас обновлены. Вот таким образом. Далее мы... Давайте перебросьмем следующую возможность еще. Гуза Рифаиловна, посчитаем. Например. Ну, давайте решим, что пациент получал таргинолаксоноксикодон, и он кончился в аптеке. Реальная ситуация, вот просто вот кончился. Его нету. Или на оксикодон иногда бывают побочные эффекты. Вот у меня недавно у пациентки были галлюцинации, и приходилось переводить ее на морфин. В какой суточной дозировке? Ну, давайте возьмем 42 раза 80 по оксикодону. Переводим на что? Давайте на пентадол попробуем. Ну, давайте, да. Новый препарат, пентадол полексия, который сейчас у нас появился, следует обратить внимание, что при переводе на пентадол, на полексию, калькулятор не предусматривает редукции, потому что этого нет в инструкции. То есть эти моменты мы можем не знать с вами, не упустить. Калькулятор в это все признает. Посчитаем. При переводе на пентадол мы имеем 500 мг. Коллеги, большая доза на локсоноксикодона была дана. Достаточно такая серьезная. И вот те предупреждения, которые у нас есть при совету предупреждения при ротации и переводе с локсоноксикодона старгина препарата на препарат пентадол. Максимальная суточная дозировка 500 мг, раз мы ее имеем. И интервал действия, как работает, пик действия, показания основные, стандартные схемы назначения. То есть очень короткая выжимка, которая необходима вам для того, чтобы прочитать всегда, когда вы назначили препарат, освежить эти знания для того, чтобы не навредили больному. И как выписать рецепт, и как выписать рецепт, тоже мы здесь с вами сразу видим. Вот такой инструмент. Мы можем сделать новый перерасчет. Сделаем новый перерасчет. Давайте посчитаем привычно для нас, для всех, с парорального морфина, например, в дозировке... Какой возьмем? 120. 102, ну это большая достаточно. 120 мг в сутки по 62 раза мы перевозим при пациенте на фентанил. Перестал глотать. Да, самый перестал глотать или выписываться домой, и, в общем, или нет препарата. И давайте попробуем, посмотрим, что нам даст калькулятор. Мы не трогаем редукцию, оставим так есть. Калькулятор предлагает нам, предлагает нам, обратите внимание, 37, а нам надо уменьшить еще на меньше, то есть 25 мг в сутки. Теоретически, если есть все дозировки в аптеке, то можно... То можем, да, 25 и 12. И тут мы включаем наш клинический опыт. Мы видим, что на 62 раза морфина пациент не реагировал. Мы можем с вами сделать перерасчет и уменьшить, допустим, редукцию, да, и не использовать редукцию, поставить ее ноль. И калькулятор нам даст 75 мкг в час. Много это или мало для того, чтобы сразу с морфина перевести пациента на 75 мкг в час? Я бы поосторожничала. Гузель Фаиловы. Я бы тоже назначила 50, потому что лучше всегда добавить, тем более назначая пролонгированный препарат, мы всегда должны подразумевать и дать пациенту препарат на прорыв боли. Если что, мы не оставим пациента с тяжелой боли. Коллеги, подключайтесь к обсуждению. 50 и дать ему, например, по 10 мг морфин пароральный на прорыв боли. То есть мы, Гузель Фаиловы предлагает сделать 50 и сделать не 50 и 25 редукцию, да, и назначить пациенту 50 мкг фентанила для того, чтобы вот они, наше с вами клиническое мышление. Но каждый раз при назначении перехода с одного препарата на другой, в таком клиническом случае, Гузель Фаиловы сразу об этом сказала, нам необходимо выписать, помимо фентанила трансдермального, все-таки еще короткого действия препарат. И тут мы должны подумать или про сетон подъязычный, или морфин в растворе, который сейчас уже есть в Московском эндокринном заводе, но он не есть не во всех регионах, к сожалению. Или морфин парентеральный, для того, чтобы родственники больного всегда могли сделать укол, для того, чтобы откорректировать невозможность прорыва боли. И мы дальше будем с вами обсуждать в ФРС, если Гузель Фаиловы будет говорить о том, что на прорывы боли, соответственно, там дозировки тоже должны быть высчитаны с позиции морфина. Соответственно, коллеги, хочу обратить ваше внимание, до чего сейчас мы вам показываем эту историю, этот калькулятор, эту реротацию, мы о ней будем говорить. И обратите, пожалуйста, на внимание сегодня, на доклады Гузеля Фаиловны о этой необходимости. Дело в том, что препаратов много новых, и обезболивание – это не является очень простым методом, очень простым, хотя, в принципе, его, если понять, то, в принципе, ничего сложного нет обезболить хроническому больному, но вопрос подбора правильного препарата, который есть еще и в аптеке, правильного пути введения, правильной дозировки, и очень важно, пути введения и ротации, как мы будем с вами действовать, где пациент находится, в стационаре, на дому, что есть в аптеке, и что есть в нем на руках, предлагаем, и мы все наставим на том, что при выписке пролонгированных форм, особенно на дом, выписывайте также короткие формы препарата пациента на другом рецепте, для того, чтобы он мог обезболиться в случае необходимства. Ну вот, собственно говоря, в процессе, далее, там, Гузеля Фаиловна, тоже будет несколько слов про калькуляторы, про ротацию. Хочу еще раз, коллеги, обратить ваше внимание на то, что калькулятор сейчас активно используется не только специалистами палиативной помощи, огромное количество скачиваний, отличный инструмент для работы, и, конечно, предлагаем им пользоваться для того, чтобы не сделать ошибок, не навредить ни себе, ни больному, не, соответственно, подобрать и выполнить, подобрать ту дозу терапии обезболивания с использованием наркотического средства, который необходим для больного в конкретный случай. И у нас всегда есть такой текст, нужно минимально эффективную дозу. Вот наше искусство найти ту дозу, которая минимум, для того, чтобы максимум обезболить пациента, чтобы ему было удовлетворительно, чтобы он сказал, все, этого достаточно. С вниманием к побочным действиям, с вниманием к сопутствующей терапии, к поддерживающей терапии, к лечению заборов и прочих вещей, мы сегодня это все будем обсуждать в сегодняшний день. Гузарь Рафаэлла, я передаю вам слово и подойду к вам в конце секции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!